Здравствуйте, я Елена Береговая, директор фонда «Образ жизни». Наша организация занимается несколькими крупными направлениями. Первое – это помощь людям в учреждениях, наша профессиональная лаборатория. В простонародье мы называем «Профлав». Второе направление – мы работаем с детьми в школах, в детских садах, в институтах и учим их понимать, что такое благотворительность и как работать с теми, кому нужна помощь. Это школа позитивных привычек. Одно из наших любимых направлений – это популяризация безвозмездного донорства. И большое новое направление – это экспертное направление работы в различных советах. Карантин, который так неожиданно появился в нашей стране и во всем мире, изменил жизнь, собственно, не только нашего фонда, но и всей страны. И, конечно, проблема, с которой мы столкнулись – это, в первую очередь, закрытость. Мы помогаем людям, собственно, и так в закрытых учреждениях, в социальных, казенных учреждениях. А в карантин они стали еще более закрытыми, еще усложнилась, больше усложнилась возможность помощи, поддержки и работы с ними. И, конечно, от этого, как следствие этого, появилась и психологическая напряженность. Владимир Эльберт Чуднов предложил открыть большой экстренный штаб. Этот штаб экстренной помощи в рамках ковида называется «Могу и помогу». Так получилось, что карантин и новые формы работы подарили нам и новые учреждения, которые к нам пришли, новых партнеров, которых мы приобрели, новые формы работы, которые, в общем-то, непросто было внедрить, непросто было освоить. Это помогло ни на минуту не остановить работу в условиях карантина практически всего фонда. Наши подопечные тоже почувствовали заботу и поддержку. Мы устраивали конфколы ежедневно для того, чтобы вот этот вот контакт был все время. Вы не одни, мы рядом. И что-то останется с нами и дальше. Мы оставим часть работы и в зуме, и в вебинарах, и в скайпе. Дальше в работе, потому что, например, для очень отдаленных регионов это будет даже экономия средств. Как мы понимаем, кризис – это переход. И то, что мы хорошее, новое, интересное и продуктивное нашли в этом кризисе, мы возьмем и перейдем вместе с этим, собственно, в нормальную жизнедеятельность, в обычное функционирование фонда.